Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика и оператор, который сейчас здесь не присутствует, ввиду того, что я взяла свою новиночку и принесла непосредственно на волю. Да, вот такие шикарные кусты у нас растут неподалеку от дома. Называется этот сорт плетистых роз, роза LadyBankLutera. Мне они очень понравились, честно, уже несколько лет хотела их сделать из бисера. Ну, вот вы видите две веточки, которые я держу из бисера. Ну, а вот это, в принципе, оригинал. Вот такие вот громадные-громадные пышные кусты. Запах у этих розочек очень-очень приятный, но не навязчивый, очень-очень красивый. А там еще другой куст. В основном цвет этих розочек вот такой вот, бледно-желтый, желто-кремовый, либо почти белый. Еще раз покажу свои веточки, их очень тяжело держать. Ну, и сейчас, по традиции, я расскажу вам, что же из себя представляет роза плетистая LadyBankLutera. Кендюша, Кендюш, ну посмотри, какие розочки LadyBankLutera. Посмотрите, да, вот такие вот розочки у нас здесь. Да, Кенди они явно не заинтересовали. Итак, вот уложила, как могла, эти веточки на столе, пришла к дорогому оператору. Оператор, скажите, что вы здесь? Я здесь. Все, поехали, поехали. Итак, роза Banks, роза LadyBankLutera. Это вид плетистых раннецветущих роз. Но, конечно, цветение здесь у нас в Калифорнии солнечное отличается от времени цветения, к примеру, у вас в России. То есть, она у нас цветет вообще уже с февраля месяца. Усыпаны эти кусты вот этими цветочками. Постоянно там гуляем, и я постоянно наслаждаюсь этой красотой и запахом этих розочек. Как гора цветущая. Да, они видели уже. Я уже все показала. И веточки сплошь покрываются кремовыми, либо бледно-желтыми цветочками, за которыми почти не видно листьев растения. Цветы небольшие, очень аккуратные. И аромат. Аромат у них такой ненавязчивый, очень-очень нежный, и говорят, что пахнет фиалками. Вот, ну, не знаю, не знаю я, но запах есть, присутствует, мне очень нравится, да. А на самом деле это высокий кустарник, высоту он может достигать до 12 метров. Но у нас, вы видели, наверное, метр 4, может быть, 5, не знаю. Листья этой розы вечно зеленые, блестящие. И что самое примечательное, на веточках этих розочек практически нет шипов. Вот, написано в интернете практически. Я не лазила в этом, по всему кусту. Ну, вот, я рассматривала веточки, их строение, ни одного шипа я там не встретила. Само растение происходит из Китая, и где оно, естественно, произрастает в горных районах. Диаметр цветочка от 2 до 2,5 сантиметра. Давайте померим. Вот, мне просто интересно. О, 2,5 сантиметра. Ну, вот у меня получилось как раз. Как раз уложились. И сам цветочек насчитывает 20-25 лепесточков. У меня 25. Вот так вот получилось. Как я уже сказала, что в благоприятных условиях куст может достигать 12 метров в высоту. Ну, как и другим плетистым, мьющимся розам, ей требуются опоры. Ну, это уже для садоводов-любителей. Данный сорт розы, роза Леди Бэнкс Лютэ, махровая плетистая роза. Цветочки ее напоминают маленькие хризантемки. И в Китае эта розочка культивировалась в садах уже много сотен лет. В Европу эта плетистая старинная розочка попала в конце 18-го столетия благодаря стараниям охотника за растениями Уильяма Кера. В экспедицию за новыми красивыми восточными растениями, какие были нормой в Англии 18-го века, Кера командировал известный ботаник сэр Джозеф Бэнкс. Ну, а теперь вы можете сами догадаться, да, в честь кого и назван этот сорт розочек. Ну, естественно, это в честь жены его, Дороте Бэнкс, назвали эту розочку, именно этот сорт. А вообще существует три вида. Дикая роза Бэнкс, белая роза Леди Бэнкс и вот эта желтая роза Леди Бэнкс Лютэ. Очень-очень мне просто понравилась. И красная. Красных нет. Она самая популярная и самая красивая, вот именно нежно-желтая махровая разновидность, которую вы могли уже лицезреть в самом начале анонса. Оператор у нас шутит, она в ударе, у неё приступ юмора. И дальше продолжаем. Что ещё? Ещё что вам можно про неё сказать? Ну, конечно, цветёт она в зависимости от климатических условий в разное время. Я сказала, что у нас в феврале, где-то в южных районах, там, в России, в мае вот я читала в интернете. Поэтому, если у вас есть желание, приобретите саженцы. Поверьте мне, вы не будете разочарованы. Ну, конечно, огромное пространство нужно, чтобы она вот разрослась. Она очень хорошо написана в интернете, разрастается. Но потом вы получите истинное удовольствие, выйдете на крылечко, выпьете чашечку кофе и будете любоваться. Нет, ну, правда, действительно, просто вот шикарно. Нельзя глаз оторвать, честная судьба. Пишите нам, мы пришлём саженцы. Да-да-да. Что ещё? Ну, хотелось ещё сказать, раз мы сказали про диаметр цветочков, то листочки. Листья вечно зелёные, да, они будут у вас зимой голые ветки торчать. Да, они примерно насчитывают от трёх до пяти листочков. Вот у нас есть тройные, но ещё одинарные есть. Поверьте мне, я всё там разбирала, смотрела. Что ещё вам сказать? В принципе, я уже даже не знаю, что сказать. Вы всё уже видели своими глазами. Вот единственное, что хотелось бы сказать, это то, что отличает эти розочки от других сортов. То есть, этот сорт относится к гибридам. Листочки являются вечно зелёными, мы это уже сказали. Лепесточки окрашены в нежный, бледно-жёлтый, либо кремовый цвет. Лепестки махровые, в каждом цветочке от 20 до 25, 26 лепесточков. На одном стебельке умещаются до 8 соцветий. Ну, это, конечно, если прям длинные делаете, у нас раз, два, три, четыре, пять. Девать некуда. И, в принципе, всё. Цветёт раз в год, но очень-очень обильно. Ну, посмотрим, когда он у нас уже перестанет свести. Долго. Долго, долго он будет вас радовать, да. Ну, что ж, на этом анонс закончен. Сразу скажу, что мастер-класс будет здесь, на моём канале. В открытом доступе, не переживайте. Плетите такую красоту. Ну, и сразу также хочу сказать. Веточка собирается достаточно тяжело. В плане того, что она тяжёлая. Поэтому не обязательно делать вот такую прям длинную 50-60 сантиметровую веточку. А вы прекрасно можете собрать маленькую и поставить миниатюрную вазочку. Понимаете? То есть не обязательно, не пугайтесь такого масштаба. Не нужно. Сделайте три соцветия. Сделайте вот такой вот стебелёчек. Она у вас будет прекрасно смотреться в миниатюрной вазочке. Высотой там 10-14 сантиметров. Как мы с вами плели горошек луговой вика. Поэтому не нужно пугаться. Плетите, плетите длину стебелёчка. Такую, какую вам необходимо. Вот какая у вас ёмкость есть, так и плетите. Поэтому это уже на ваш вкус и ваши возможности. А где фото с болото? Фото с болото. Нет, в начале видео всё было. Итак, напоминаю, что это был анонс на создание вот такой чудесной, чудесных веточек, розы. Леди Бэнкс лютея. И прошу прощения, может быть, на улице, когда я снимала куст, я сказала Леди Бэнк. Но Бэнкс, это фамилия, фамилия, да, ботаника Бэнкс. А там я сказала Бэнк. Но я была отвлечена, у нас тут и кутёнок бегал, и машины проезжали. И я вот одна это всё держала, конструкцию. Так что, поэтому уж извините, Леди Бэнкс лютея. Но говорите уже. Может быть, я скажу глупость, но для меня в этих розочках чувствуется такая женственность. Приятно. Приятно. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, мы благодарим вас. Пожалуйста. Итак, пожалуйста, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на наш с оператором канал. Примазалась она тут. Кошка 2015-цветы из бисера, запятая бисероплетения, запятая, если лисочек закрыл, МК, что означает мастер-класс. Надо же мне как-то зарабатывать на хлеб с маслом. А то сейчас без масла едите, позор. Да, у меня нет масла. Не обращайте на неё внимание. Ну, хорошо. А да, извините, но я скажу. Вот к тому, что она сказала, не заработала. Кстати, на PayPal недели две назад мне пришёл перевод и с очень тёплыми, добрыми словами. Вот, девушки из Израиля. Я не знаю ни имени, никого. Вот просто такая вот приятная благотворительность. Спасибо огромное. Может быть, напишите в комментариях, кто вот сделал такой добрый жест. Мне очень-очень, правда, приятно было. И я на эти деньги заказала аж три мотка больших в зелёной проволоке. Спасибо, спасибо вам огромное. Милая девушка, спасибо вам огромное. Да, буду признательна, если я хотя бы буду знать ваше имя. Спасибо огромное. Ну, а на этом всё. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok